Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам, когда я буду набирать криптовалюту, на что я буду обращать свое внимание и, конечно же, параллельно мы разберем целую рыночную ситуацию и сделаем правильные выводы касаемо всего криптовалютного рынка. А перед началом поддерживайте данное видео лайком и подпиской на канал, если вы еще этого не сделали, и мы будем сразу переходить к делу. Дорогие друзья, когда же я буду набирать правильную криптовалюту? И, разумеется, на что я буду обращать свое пристальное внимание? Давайте начнем с Солана и поговорим про данную монету. Мы ее набирали с вами по 13 долларов. И на что мы с вами обращали свое внимание, находясь на данных отметках? Во-первых, все хоронили данную монету. Никто не хотел ее покупать. Можете посмотреть прошлые видеоролики и посмотреть на те комментарии, которые люди оставляли. Все хоронили данную монету. Все ждали отметки еще ниже, но никому не дали данных отметок. Все ждали, разумеется, Солану по доллару и ниже. И, соответственно, данных отметок мы с вами не увидели. Почему? Да потому что киты наблюдали за данной ситуацией и все держали под своим контролем. Они понимали, что если сильно низко провалится все это, то, соответственно, там зайдут хомяки. А хомякам никто просто так заработать не даст. Именно поэтому они начали толкать сразу от текущих, как только все начали хоронить данную монету. Я лично выкупал, вы тоже покупали. И сейчас мы просто холдим данную монету. Холдовую часть мы не разгружаем до АТХ. Спекулятивную мы закрывали примерно здесь, потом перезаходили немного ниже, примерно на данных отметках. И, дорогие друзья, в очередной раз здесь можно было заработать. Х2 минимум можно было забрать. Самое главное постепенно спекулировать и действовать правильно. Именно этим мы с вами и занимались. И ни один видеоролик у меня имеется на канале. Поэтому, дорогие друзья, мы с вами сейчас двигаемся дальше. Что я буду набирать на предстоящем падении биткоина? Да, я до сих пор жду данное падение. И, в принципе, я уже понимаю, что именно я буду покупать. Я буду набирать фундаментально сильные проекты, которые вообще еще ничего не показывали. Есть те проекты, которые даже данные отскоки не рисовали. И на такие проекты я буду делать главный акцент. И, в первую очередь, набирать их. После этого я буду набирать те проекты, которые выдали хорошую коррекцию с моей точки зрения. Да, дорогие друзья, у меня есть личные топ-альты, которые, в принципе, я использую для набора. Я уже прекрасно понимаю, что я буду набирать. Поэтому, если вы готовы, разумеется, зарабатывать, то постепенно уже готовьте списки, чтобы потом, в последний момент, не бежать и не разбираться. Нужно сразу все подготовить, и потом, когда будет хорошая коррекция, просто выкупить данные монеты. И, соответственно, для этого нужно уже подготовить стейблкоины и списки, по которым вы будете закупаться. Все максимально просто. Всегда нужно готовиться заранее. И к данному росту мы тоже готовились заранее. Мы наблюдали с вами за данным падением и, разумеется, приняли решение покупать. Благодаря этому мы с вами и заработали. И на данном этапе, если Солана скорректируется, я буду тоже ее докупать. Но сейчас я бы не стал. Почему? Да потому что она уже перегрета. Если посмотреть на настроение, то все прекрасно видно. Они запустили смартфон, они продолжают свои разработки и хайп разгоняется. Именно поэтому сейчас я бы не покупал. Мы уже, в принципе, отошли от дна. А, насколько вы знаете, я предпочитаю набирать только на затухании. То есть, как только мы скорректировались, здесь можно покупать. Именно это мы делали примерно в данном диапазоне, дорогие друзья. И я прекрасно понимал, что это дно, о чем неоднократно вам говорил. Потому что здесь уже все хоронили данную монету. Аналогичная ситуация у нас, кстати, была и здесь. Вспомните данное настроение. А тот, кто не находился в рынке, посмотрите прошлые видеоролики про Солану, разумеется, на Ютубе. Вы точно все поймете и, в принципе, сможете спрогнозировать текущую ситуацию. То есть, чего примерно мы должны дождаться, чтобы закупаться. А чтобы не отнимать ваше время, я сразу вам скажу. Мы должны скорректироваться и, разумеется, топтаться на дне. Именно там можно будет покупать. Как только интереса у нас не будет. Только там я буду набирать Солану. Все, что, разумеется, до данной коррекции, просто холд. Я держу просто холдовые резервы и жду отличного момента для спекуляции. Потому что за счет спекуляции можно зарабатывать всегда. И совсем не важно, где у нас будет цена. Главное, отработать сетап. То есть, нам нужно наблюдать потенциал для повышения и использовать его. Если я вижу, что в ближайший месяц есть предпосылки для роста, то я покупаю и держу. Потом на пампе сразу закрываюсь. Это максимально логично и мы действуем с вами именно так всегда на моем канале. И на данном этапе я жду аналогичный сетап, чтобы его отработать. Давайте перейдем к биткоину. Что формируется у нас на битке прямо сейчас? Хочу показать вам данный индикатор, который точно показал нам медвежий рынок. Данный индикатор говорил, что у нас ослабевает рынок уже здесь. То есть, здесь у нас была медвежья дивергенция, дорогие друзья. И мы ее отработали прекрасно. И на данном этапе, разумеется, мы в принципе находимся на дне медвежьего рынка. На том дне, которое у нас было уже неоднократно. И данный сценарий мы с вами использовали. Я говорил каждый день, что я покупаю. Я предполагал, что отметки у нас уже отличные. И здесь можно постепенно входить. Касаемо длительного холда, я говорю сразу. Находимся мы на днище. И нормального роста еще не было. Минимальная цель это, разумеется, 100 тысяч долларов по битку. Все, что до данных целей, просто холд и все. Холдовую часть я не разгружаю, потому что еще максимально рано. И я понимаю, что все на рынке только начинается. Поэтому наблюдайте за показателями и разбирайте те индикаторы, которые действительно себя хорошо зарекомендовали. Данный индикатор к таким и относится. Что касается индекса альт-сезона. У нас сейчас биткоин-сезон. В каждом видео это показываю. Но, дорогие друзья, действительно сакцентируйте свое внимание именно на альте. Потому что на альт-сезоне будет сильный памп по альте. 10, 20, 30 иксов это просто начало. Можно будет взять по 50-60 иксов на правильной альте. Если набрать ее, разумеется, в правильных местах. Поэтому используйте данные возможности. Все свои списки я уже подготовил. Я буду набирать правильную альту на падении битка. И если вы имеете желание покупать вместе со мной, то приглашаю к себе на обучение. Приглашаю на курсы секрет рынка, элитный инвестор и практик. Вы получаете 3 закрытых курса. Вы полностью обучаетесь. И попадаете к нам в команду. Где мы набираем и продаем криптовалюту вместе. Где вы всегда получите от меня полную поддержку. И, дорогие друзья, будете получать те сетапы, которые я отрабатываю на текущем этапе. То есть, как только что-то я покупаю, сразу же здесь отписываю. Как только списки я подготовил, здесь они уже опубликованы. И, дорогие друзья, мы с вами двигаемся вместе, обучаемся вместе и зарабатываем тоже вместе. Поэтому, кому интересно, ссылка есть в описании. И прямо сейчас действует скидка. Тот, кто зайдет прямо сейчас, зайдет дешевле, чем остальные. Поэтому, дорогие друзья, я жду тот же сценарий. И я вижу все предпосылки, разумеется, к его отработке. Прямо сейчас люди лангуют. Я пойду против толпы и заработаю в очередной раз. И тот, кто этого не сделает, потом будет кусать локти. Поэтому действуйте правильно. Всегда покупайте только на страхе и на падении. И фиксируйте на эйфории и на росте. Максимально простая стратегия, но самое главное ее реализовать. И пойти против собственных эмоций. Именно этим мы и занимаемся на моем канале. Поэтому разбирайте всю рыночную ситуацию. Разбирайте то, что происходит в макроэкономике. Проецируйте это на текущую ситуацию. И подбирая фундаментальные проекты, зарабатывайте. Потому что возможности есть. И я лично их использую на данном этапе. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте лайк, если не поставили. Желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok